Всем привет! На связи Мабу. И вы знаете, одними из самых популярных вопросов является по Android разработке это на каком языке нужно программировать. Также вопрос состоит не так остро, но все равно бывает, также встречается и в iOS разработке, и в целом мобильной разработке. Всегда спрашивают, на каких языках происходит разработка. Это связано с тем, что есть ряд людей, программистов устаревших, которые не идут в ногу со временем, они то, что выучили, несколько лет назад теми пользуются. И всех новичков путает просто, человек заходит и начинает не с того. Я отвечал уже на этот вопрос, и у меня были видео, но опять же встречаются также обращения, люди не видят того старого видео, и все время спрашивают, а как же, что, неужели два языка. В этом видео я расскажу не только про Android разработку, а в целом про мобильную разработку в целом, и расскажу, на каких технологиях, языках разрабатываются на настоящий момент мобильные приложения. Устраивайтесь поудобнее. Видео не будет длинным, тут, собственно, нечего вам особо многого объяснять. Тут, в принципе, все более-менее понятно. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем, и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, начинаем с нашей любимой Android разработки. Ну, во-первых, нужно сказать, что рынок мобильной разработки делится как бы на два больших блока. Один существенный, другой несущественный и он такой, скажем так, блок для ленивых или для тех же клиентов, заказчиков мобильных приложений, у которых нет денег. Я не вижу смысла с такими работой. Но, смотрите, все же рынок диктует свои условия. Есть одна часть. Одна часть это нативная разработка мобильных приложений, вторая часть это кроссплатформенная разработка мобильных приложений. Что такое нативная? Нативная разработка мобильных приложений предусматривает, что вот если кому-то, какой-то компанией или вам нужно создать мобильное приложение, то одно мобильное приложение создается под Android, а второе мобильное приложение создается под iOS. И это, как правило, два разных разработчиков, и они владеют разным стеком технологий, и на них нужно отдельно учиться хотя бы по году, по году, ну, так скажем, обучение плюс опыт для идеального владения этим стеком технологий 1-2 года, ну, лучше всего 2 года. Да, встречаются люди, которые могут владеть и Android, и iOS нативной разработкой, но, как правило, это люди, которые начинают с Android, имеют опыт хотя бы 2 года, которые все же разобрались, и уже переходят в iOS-разработку, и там также 2 года. И примерно за 4-5 лет они становятся разработчиками именно в двух направлениях, и Android, и iOS. Ну, давайте вернемся к нашему видео, к нашей теме нашего видео. На каких технологиях происходит разработка? Если мы разрабатываем под Android, то обязательно мы разрабатываем на языке Kotlin. Несколько лет назад компания Google, это компания, которая принадлежит платформе Android, сообщили, что основным языком для разработки мобильных приложений на подплатформу Android является язык Kotlin. Да, можно много обсуждать условия этого перехода, они больше бюрократические, экономические, эти проблемы сидят не именно в самом или бывшем языке Java, который раньше использовался под мобильную разработку, под Android. Там больше бюрократические, экономические вопросы, которые стали причиной перехода, но все же официально основным языком для разработки является Kotlin. Кроме того, вы должны понимать, что все современные технологии, все современные библиотеки под Android, они выходят изначально под Kotlin, а потом уже выходят по Java, а зачастую вообще по Java не выходят. Кроме того, вы должны понимать, то, что вы напишите на Kotlin, намного проще и намного эффектнее работает, нежели чем на Java. Это будет работать на языке Java. Вы должны понимать, что Kotlin в целом больше подходит для мобильной разработки именно под Android, нежели чем Java. Java, она громоздкая. Это Java громоздкая. Это громоздкий такой язык, который предназначен для создания сложных проектов в Enterprise, для крупных корпораций, где создаются специальные приложения. Чащество это приложение для внутреннего пользования. И тут в мобильной разработке не нужна вся мощь этого языка Java. И из-за того, что мы вообще пишем не на чистых языках программирования, будь то Java или Kotlin, мы пишем на фреймворке Android, то есть на Android SDK мы пишем. И поэтому тут даже вы не чистый язык программирования в целом будете использовать. И вот эта громоздкая Java, она всегда делала, скажем так, некие препятствия. С Kotlin все намного проще. Мы можем изначально его взять, так как он более современный, и его более эффективно использовать для мобильной разработки. Но откуда же возникает этот вопрос у новичков, у Java использовать либо Kotlin? Ну естественно, человек идет на YouTube, в Google, и гуглит все это дело, ищет на YouTube, видео смотрит. И конечно же, встречаются многие и много людей, которые изначально записывали курсы по Java, и они не хотят переходить, но они не перешли по какой-то причине на Kotlin, и им невыгодно терять вас как потенциальных учеников, и они будут во всеуслышивание заявлять, что нужно изучать Java. И самая глупость, которую я встречал, это о том, что люди рассказывают, что сначала нужно изучить Java, чтобы потом более эффективно изучить Kotlin. Нет, это все ерунда. Это разные языки вообще не связанные. Для того, чтобы изучить и понять Kotlin, нужно начать изучать Kotlin. Тем более, что если вы начнете изучать Java, вы можете год за этой Java просидеть, и так не приблизиться к Android разработке. И вообще, откиньте от себя эту идею стать Android разработчиком. На Kotlin все проще, все быстренько можно изучить за пару недель, в плане языка, основ языка программирования, и то за неделю можно изучить. Как у меня на курсе, при правильном подходе, люди изучают все это очень быстро. Тем более, вам не нужно глубоко копать язык программирования. Вам нужно знать все основы, которые нужны для того, чтобы начать Android разработки. Остальное вы потом по факту догуглите или узнаете. Там по факту, чтобы начать, нужно знать переменные функции, циклы, коллекции, ООП, условные операторы. Вот это все нужно знать. Это все основное. И поэтому проще начать с Kotlin. И вообще нужно начинать с Kotlin. Тем более, если вы хотите трудоустроиться, вас скорее возьмут, если вы не знаете Java, но знаете Kotlin. А вот если вы знаете Java, но не знаете Kotlin, с этим уже большие проблемы. Поэтому, конечно же, вся разработка идет исключительно на Kotlin. Да, я в этом видео сделал огромное время, выделил огромное время для объяснения Android разработки, но потому что тематика моего канала Android разработка, и поэтому мне здесь есть много что сказать. Поэтому я вам хочу дать совет. Нет, вы не слушаете всяких недалеких людей, которые так из Java не смогли никуда перейти, либо по причине отсутствия мотивации, либо по причине отсутствия желания развиваться. Они как привыкли давно еще на древней Java писать Android приложения, так и не смогли перейти на Kotlin язык на язык Kotlin. К тому же, когда я начинал обучаться Android разработке, тогда еще использовался повсеместно Java. И я тоже, когда Kotlin появился, на него не хотел переходить, но у меня появился проект, куда меня взяли, только с таким условием, что я буду писать на Kotlin. И я пошел на этот проект, и впервые написал на Kotlin, и больше я на Java не вернулся. У меня было мое первое мобильное приложение, которое я писал, я потом его продал, по созданию списков покупок. И там я изначально его писал на Java. После того, как я вернулся с того первого проекта на Kotlin, я его переписывал на Kotlin. Поэтому используйте только Kotlin, про Java вообще забудьте. Итак, идем дальше. iOS разработка. Это вторая платформа. Там тоже, знаете, спор есть. Objective-C был, сейчас Swift. Но спор не стоит так остро. Ну сказали сменить, но все перешли. Нет вот этого постоянного спора, как в Android между Java и Kotlin. Это очень странно. На iOS все просто, Swift и Swift, и все. Objective-C кое-где используется, но очень редко и то на синерских позициях. Поэтому запоминаем. Если мы делаем, если мы занимаемся нативной разработкой, разрабатываем мобильное приложение отдельно под Android, отдельно под iOS, то под Android мы пишем на языке программирования Kotlin, на под iOS мы пишем на языке программирования Swift. Как я сказал в начале видео, есть второй блок рынок разработки. Это кроссплатформенная разработка. На первой нативной разработке я вам говорил, что мы, допустим, под Android не пишем на чистом языке программирования, мы пишем на фреймворке Android. То есть используем Android SDK. В короссплатформенной разработке, когда мы пишем сразу по две платформы, под Android и iOS, мы пишем преимущественно на фреймворке Flutter. То есть есть еще Kotlin Multi Platform, но она не такая развитая. Все-таки большинство рынок занимает Flutter. Flutter пишется на языке программирования Dart. Это разработка Google. И тут в чем суть во Flutter. Есть вообще в целом, давайте говорить не просто про Flutter, а про кроссплатформенную разработку. Тут есть небольшой обман. То есть по факту говорят, вы разрабатываете одно приложение, которое закачивает в Play Market под Android и в App Store под iOS. И привлекают как сюда людей. Ну типа вы разрабатываете не два приложения, а одно и сразу по две платформы. Ну вот умалчивают следующее, что каждое из этих приложений нужно потом оптимизировать под каждую из платформ. Под каждую из платформ. То есть вам нужно все равно знать нюансы Android платформы и нюансы iOS платформы. Это все равно нужно разбираться в двух платформах. Кроме того, вы должны понимать, что сюда приходят заказчики, которые хотят сэкономить. То есть это всегда будут бедные заказчики, которые хотят сэкономить. А это самый плохой, скажем так, контингент, с которым стоит вообще работать. Люди, которые хотят сэкономить, с ними тяжелее всего работать и доходы там самые маленькие. Поэтому я крайне не рекомендую вам идеи идти на кроссплатформенное программирование, потому что вы, во-первых, будете долго учиться, потому что вам нужно разбираться и в Android платформе, и в iOS платформе. И кроме того, у вас будут очень не прям, скажем, хорошие заказчики. Мое видение этой ситуации следующее, что как лучше поступить. Я считаю, что лучше разрабатывать нативно, потому что эти приложения более эффективны, они по внешнему виду больше подходят на соответствующую платформу, от которой вы разрабатываете, и они работают быстрее и эффективнее. Мое мнение таково. Начать с Android разработки, освоиться там, поработать, набраться опыта, заработать денежку. И потом, когда вы научитесь Android разработки, идем, покупаем современный MacBook, так как iOS разработка только на MacBook. Современный, хороший MacBook, чтобы ничего не лагало. И работаем уже с iOS разработкой, параллельно с Android. И когда вы будете уметь работать, делать не только Android приложение, но сможете разрабатывать и iOS приложение, то вы станете неким таким, и прямо человеком, которого называют инженером. Айтишным инженером, который может поднять и мобильное приложение по две сразу платформы. Поэтому я считаю, это идеальный путь. Но в целом, мы должны знать, что основными языками для разработки мобильных приложений является под Android Kotlin, под iOS, Swift. Никакой Java в Android не используется. В целом, это все, что я сегодня вам хотел рассказать. С вами был на связи проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.